А теперь вопрос. А при чем здесь спим? Ответ. А в том, что здесь два филы. Господа, вот посмотрите. Представьте себе, что я груз вверх. И начиная ее вращать вокруг некоторой оси на один градус, на два градуса, на три, на четыре, на десять. И в конце концов дошел до того, что повернул ее. Но, простите, на сто восемьдесят градусов. Представьте? Отлично. А потом я взял и стал вращать в противоположную сторону. На ноль градусов, на один градус, на два, на три, на минус сто восемьдесят. Понимаете ли вы, что в таком случае я на самом деле получил то же самое. В одном случае я вращаю на плюс сто восемьдесят, а в другом случае я вращаю на минус сто восемьдесят. Правильно? Правильно. Но теперь давайте я буду писать это в интервью омзу. Угла ноль, один, два и так далее в сто восемьдесят. А это двойный углубль. Это два филы. Соответствует величине филы. Ноль, половинка и так далее до девяносто. В противоположную сторону. Минус половинка, минус один и так далее. Минус девяносто. Ребята, а это на окружности уже две противоположные точки. Казалось бы, вы сферу провернули в одном случае на сто восемьдесят, в другом случае на минус сто восемьдесят. Получили одно и то же. А если это рисовать при помощи квадронионов, то в одном случае непрерывно поворачивая сферу, пришли к одному квадрониону, на самом деле, а в другом случае к противоположному ему. Проще говоря, если вы здесь возьмете и вместо ку напишите минус ку, согласны ли вы, что в таком случае вы получите на самом деле то же самое. Потому что минус единица коммутирует с вектором ку. Не каждому квадрониону соответствует поворот в сферу. Если я в нашей формуле, вот эта твоя формула, если я в нашей формуле, вот здесь вот, напишу везде минус, здесь написано минус плюс, то ничего не изменится. Потому что эти два множителя уменьшатся на минус один. Это говорят так. Если вас интересует группа поворотов расставки, эта группа муфальтина настолько важна, что у нее есть даже специальное название, специальное обозначение. СО3. Если вас интересуют вот такие вот все повороты, то существует гомоморфизм из группы всех единичных квадронионов, но гомоморфизм, при котором единица и минус единица переходят в одно и то же. То есть смотрите, что вы должны сделать. Вы должны взять все квадронионы, такие, что у умножить на пусопряженное равно единице. И профакторизовать эту группу по множеству один минус один. То есть квадронион и минус квадронион. Вот кто знает, проективная плоскость также получается из обычной сферы. Склеивают предположенные точки. Вот надо взять квадронионы, а все квадронионы вместе образуют трехмерную сферу. И ее профакторизовать. То есть противоположные точки, это же действительное. И так у вас получится вот этот вот штуг. Таким образом, в том числе единичных квадронионов, то есть квадронионов с павлоратами, их в два раза больше. Ребята, так вот, когда вы, начиная от дождейственного преобразования, то есть ситуация, когда все точки сферы находятся в непонятном состоянии, начинаете двигать, эту сферу, то, соответственно, можно непрерывно смотреть за соответствующим квадронионом. И при одном движении вы попадете в один квадронион, а при другом перерывном движении вы можете попасть в противоположный ему. Вот это называется двулистное накрытие вот этой группы при помощи квадронионов. Так, последняя фраза, и на этом заканчиваю. Я обещал сегодня объяснить, как записывается произвольное перемещение не сферы в трехмерном пространстве, а сферы в четырехмерном пространстве. Оказывается, когда у вас формула, у нас была формула такая, у переходит в у, 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 не успех. Так? Отлично. А нужно написать так. Берем произвольный единичный квадронион и переводим его в у, у, п, не успех. Вы берете и просто-напросто прекращаете здесь писать одно и то же. И все. И доказательство этого, ребятки, абсолютно очевидно. Объясняю почему. Когда у вас есть преиспольные сферы в трехмерном пространстве, вы берете и при помощи домножения на нужный единицу, ставите в единицу. После чего вся задача уже сводится просто к работе с обычной вот этой вот сферой в трехмерном пространстве, и там уже все получается. И ситуация здесь она такая же почти. То есть здесь опять, если вы поменяете знаки одновременно у и у, п, то, конечно, у вас преобразование изменится. А поэтому вот здесь опять такая же ситуация. Задается перемещение в трехмерном сфер в четырехмерном пространстве. Любое перемещение, собственно, задается следующим образом. Вы должны задать любые два единичных по длине квадратного неона, но помнить, что пара QP это то же самое, что минус Q минус B. То есть можно одновременно перед обоим поставить.